Можно про эту игруху сказать, что она в те годы детства взрывала и ломала мозги. Ну, не знаю насчет остальных, а со мной это было. Ну, во-первых, мне очень нравятся игрушки, где есть всякие разные квесты, то есть где надо думать головой, и в этой игре их хватает. Без подсказок, как, допустим, старичка сейчас палочкой за одну-то спросят. Эй, Артуро, первое, что ты должен сделать, купить белый кристалл. Спасибо, чувак. Точнее, извините, спасибо, дедуль. Значит, белый кристалл я должен купить. То есть квест начинается с самого начала, а вот наступает ночка. Ну, ладно. В общем, игра состоит, вот что тоже интересно, согласитесь, уже интересно, да, из двух времен суток. Дня и ночь. Днем все хорошо, ходят какие-то люди, ночью вот такие вот твари ползают. Ну, я скажу, что это легкотня, попасть ночью, отойдя от этого города влево или вправо. То есть так устроена игра, она вот таким вот, как бы, участками сделана, да. То есть вот я дохожу до конца, если я спустюсь, спущусь вниз, там будет проход вправо и, соответственно, слева будет проход влево. Там где-то будет кладбище, где-то лес, где-то другой замок. И там будет, конечно, тоже трэш. Так что здесь еще вот такое место, знаете, как пастбище, сердечки набивать. То есть мочить вот этих, я не знаю, кто это, привидения. Где-то люди, или эти лезунные, судя по цвету. Ну, похоже на каких-то призраков. Сейчас вот ночь. В этом месте очень удобно набивать себе вот такие сердечки. Если я нажму паузу, вот семьдесят восемь сердечек. Одно маленькое, не помню, сколько дает, большое дает, по-моему, четыре штуки. Начал я с пятидесятью. Вначале дается пятьдесят сердечек. Днем получается здесь, в этом городе, днем противника нет. То есть сердечки набить не получится. Поэтому я хочу успеть за ночь это сделать. Не во всех зеленых вот этих вот кучках эктоплазмы что-то есть. Ну, вот, не было ни хрена. Надеюсь, что... Да блин, чего вы, жадные-то такие. Ага.